Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как только Бог решил вопрос с Ним, другой царь появился на арене истории. Но на этот раз... На этот раз Бог не заинтересован... В количестве дел, которые ты делаешь, Он хочет знать, весят ли они что-то. И Он взвешивает их в соответствии с тем, сколько славы они принесли Ему. Твои дела и Его слава. Сколько они принесли славы. Поэтому мотивация... Поэтому мотивация, с которой человек делает дела, это гораздо важнее, чем сами дела. Третья царствия. Третья царствия. И позднее выходит суство, что как слово в городе, потому что Бог знает все. И все дела взвешены Ему. Не могу сказать какой-то текст. Во всем то, что мы делаем. Абсолютно во всем. И все дела, которые делаем. На этих весах мы узнаем, была ли там слава или нет. Грех или гордость, это грех. Гордость горует, славу Божию. Она берет славу себе. И вот с этой мыслью мы хотим начать эту весть. И грех отведет тебя дальше, чем ты хочешь идти. Будет держать тебя там гораздо дольше, чем ты хотел бы там оставаться. И заставит тебя заплатить гораздо дороже и больше, чем ты думал или хотел бы заплатить. И Бог не делит Своей славой ни с каким человеком. И в царстве написано, что Бог взвешивает дела человека в соответствии со своей славой. Сегодня мы увидим одного человека, которого Бог взвесил. И он найден был очень легким. Пятая глава начинается с пира. Много веселья и радости. Он позвал тысячу вельмож на банкет. Представьте. И они пьют вино пред глазами тысячи. Но то, что не говорит Библия об этом пире. Но Херодот пишет об этом пире следующее. Во время, как этот пир распространяется до царства, В это время Бавилон находился в осаде между Медянами и Персами. Был осажен. Ефрат проходил под стенами города. Река Ефрат. Захватить город невозможно. Толщина стен это четырехполосный автобан, короче. Ворота опускались на глубину двадцать метров. Потому что эта река проходила посередине этого города. По-человечески взять этот город было невозможно. И даже если город был осажен Медянами и Персами, Балтасар в своей безумной гордости, он думает, ну, они все равно не могут завоевать. Давайте пир закатим. Помните последние слова четвертой главы. Он силен смирять ходящего города. И гордость пятой главы это открытая, вызывающая гордость в адрес Бога. Они принесли сосуды золотые и серебряные, которые взял Набуху-де-Носар и пили вино из них. Помните первая глава? Что мы сказали? Бог отдал эти сосуды. Да, он отдал их Набуху-де-Носару, но для того, чтобы они были сохранены в сохранность. И Набуху-де-Носару Ему дано было и сосуды, и царя, и иудею. Как они попали в руки Набуху-де-Носару? Бог их отдал, и он поставил их в хранилище. Это хранилище, оно охранялось, оно было под контролем царя, и царь ставил это хранилище под охраной. Даже если он не язычник, этот Набуху-де-Носар, он проявляет уважение и ценность по отношению к этим сосудам, а не с храмом Божьего. Поэтому ставим их в хранилище, а не просто издеваемся над этими сосудами. Ну, у Валтасара нет такого мышления. И он говорит, принесите, будем пить и праздновать из них. Принесли. Сразу принесли эти золотые и серебряные сосуды, взятые из Дома Божьего, из Иерусалима. И пили. Они не просто пили, а, черт если говорить, они славили богов, золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. И то, что было святым, они осквернили и обесценили. Второе Тимофея, третья глава. Интересны схожие моменты того, что происходит там и с сегодняшними днями. В последние дни наступят времена тяжкие. Это дни, они начинают, когда Иисус пришел, и после Вознесения, вот, начинаются последние времена и последние дни. И люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надмельны, злоречивы, непокорны родителям, неблагодарны и дальше, нечестивы, без никакого уважения к праведности и к Богу. Для этих людей нет ничего праведного. Как этот тарик позволяет тебе надругаться над сосудами дома? Он не просто использует для того, чтобы пощекотать свою гордость, но он хвалится своими богами, держа сосуды в доме Божьего. И теперь Бог, который противится гордым, он не позволяет этого, чтобы произошло. И происходит что-то необъяснимое в пятой главе. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царской. И царь видел эту кисть руки, которую описал. Представьте себе эту сцену. Все веселятся, пьют из святых сосудов, хвалят своих богов, и все находятся в этом состоянии. И вдруг появляется вот эта рука, и все видят. Царь изменился в лице, он побледнел. Мысли смутили, связи чресел ослабели, и колени стали биться одно об другое. Представьте, какой ужас охотил его. И он теперь кричит и созывает свою спецкоманду. Эти не понимают, как и те не понимали, что происходит. И у них нет ответа на то, что происходит. На самом деле у них никогда не было никаких ответов. Они посмотрели на все и не знали, что сказать. И царь еще больше испугался, чрезвычайно встревожился. Девятый стих. Вид лица его побледнел, изменился, пожелтел. А вельможи смутились. И в этот момент входит царица. Не могла жена зайти без приглашения или царица. Но она вошла. Ее не звали. Но она не могла быть его жена, поскольку, написано, все жены были уже на празднике. С женами его наложниками. Но, скорее всего, это была царица, мать его. Это жена Навуходу Носора. Она услышала крик, пьянку, вот эту, да? И вот этот вот ужас. И она пришла и говорит, царь, вовеки живи. Да не смущают тебя мысли твои, да не изменяется вид лица твоего. Царство твоего есть муж. И он напоминает времена молодости своего, его отца. Нету в тексте Писания слова дедушка. Поэтому слово отец может подразумевать и отца прямого, но и деда. Потому что, если посмотреть хронологию царей, после Навуходу Носора был другой царь, Набонидус. Поэтому, на самом деле, Волтасар был внуком, а Навуходу Носор был его дедом. И эта царица знает, как помог этот муж Навуходу Носору объяснить все сны, которые он видел. Позови его, он объяснит, но у меня есть дух. И вот Даниила привели пред царем. Тогда введен был Даниил пред царем. И что-то происходит. И он спрашивает, ты ли Даниил, один из пленных снов иудейских, которых отец мой царь привел? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и святый разум. Но эти халдеи и гадатели не могут ничем не помочь. Может, ты можешь? Я тебе дам все почести, подарки и третье место в царстве. Только почему не может дать ему второе место? Потому что второе место он уже имел от Навуходу Носора. Валтасар был сыном Навуниду, который был при жизни. Не было, не присутствовал он в то время, но он оставался царем в Вавилоне. А сын его был, соцарствовал вместе с ним. Он был вторым. Теперь он третье место только может предложить. И из 18 по 22 стих он напоминает историю своего отца. «Как Бог сокрушил гордость Навуходу Носора, но ты не смирил сердце твоего, ожесточил сердце до дерзости». И вот теперь приговор. «Вознесся против Господа Небес». «Хотя знал все это». «Как?» И он напоминает все, что он сделал. «Вознесся против Бога, взял сосуды, пил, хвалил своих богов. А Бога, в руке которого дыхание, ты не прославил». «Очень глубокая мысль по отношению к Богу». «Каждый раз, когда ты вдыхаешь воздух, каждый раз, когда ты дышишь, только потому, что Бог позволяет, и это Его работа в тебе. Я наконец-то дошел до возраста, когда я просыпаюсь утром и говорю, Господи, спасибо, что я встал этим утром, потому, что ты определяешь каждый мой вдох. А этот пьяный забыл, что дыхание его в руке Бога, и он не прославил Бога». «И теперь Бог взвесит все его дела с той славы, которая исходила у Балтасара». «Прославлять» означает дать правильную оценку, правильное представление о том, кого ты прославляешь. Другими словами, то, на чем Бог ставит цену, и я это ценю. То, что Бог называет хорошим, и я называю хорошим, это значит дать правильную оценку. Даю правильную оценку личности или словам, которые звучат. «И то, что говорит он, то говорю я». И теперь Даниил дает ему толкование тех слов. Гордость не просто ворует славу Божию. Гордость всегда будет наказана. «И под приговором». И вот что начертено. «За это и постом, это кисть руки». «Мене-мене текел упорсима». Первое слово дважды повторяется. Дважды повторяется, чтобы усилить его внимание именно на этом. Бог со всей точностью исчислил твое царство или все, что ты делал в этом царстве. И на этих весах ты был найден очень легким. И поэтому твое царство будет разделено на две части. И отдано часть персам, часть медянам. Даже в самой страшной мысли не проходило это в голове Балтасара, что такое может произойти. И царь Дарион отвел русло Ефрата в сторону, вдоль стены. И теперь там, где проходила река, вода спала. Русло реки иссохло, и солдаты прошли сквозь стены, под стенами. И теперь в Вавилонской империи, которая царствовала столько сотен лет, в эту ночь пала. И вот это царство с золотой головой. Помните, ты, Набухоносор, это голова. Вавилон, это золотая голова. Но Бог поднимает царей и свергает других царей. Кто же контролирует все? И понимаешь, как всякое дыхание взвешено пред Богом. Он царствует, контролирует все дела нашей жизни. И все, что Он хочет, чтобы мы признавали Его, Его работу, Его Слово. И когда предоставляешь Тебя Ему, это говорит о том, что да, Господи, я хочу слышать и слушать Тебя. Я не могу сказать, что я слушаю Тебя и слушаю себя. И в этом решении Он прославлен, и это прославляет Его. Ну, я послушаю, и прославляет Его. Потому что люди смотрят на Твои дела и понимают что-то о Твоей вере. Но гордость всегда будет наказуема. Решение Богом принято. Бог взвешивает тебя на Своих весах, и можно оказаться очень легким. И теперь, 29 стих, он хочет Своё Слово сдержать. То, что обещал, он хочет сдержать Слово. И даёт Даниилу то, что обещал. Но в ту же самую ночь Валтасар был убит. Солдаты Медоперсидской армии уже были в Вавилоне. Они уже вошли. И они убили этого Царя. Те, кто были на Пиру, они знали, что Царь был убит. Но те, кто был вне Пира, они не знали ещё, что происходит. Но мы живём в Новом Завете. И мы не живём уже в Верхом Завете. Но грех до Христа и грех после Христа иметь ту же сущность. И когда грешу, моё общение с Богом прерывается. И грех, который является символом гордости моего Я, он ворует место Бога на троне моей жизни. Однажды мы поехали с детьми в путешествие. И они не забыли то происшествие. Я сделал то, что не является, не характеризует мой характер. Мой сын имел 18 лет, прежде чем он признал, что он его сестра. Они, как молодые люди, надо было на задних сиденьях поставить стену между ними, чтобы они не смотрели друг на друга. Мама, папа, она смотрит на меня. И каждый раз, ему не нравилось, что она смотрит. И не нравилось, что он смотрит. Это было долгое путешествие. И что-то вырвало семья. Я сказал, всё, хватит. И я один раз это сделал. И до сегодняшнего дня никто это не забыл. Трасса четырёхполосных. Я остановился по правой стороне. Я остановился, затянул ручник. И машина не остановилась там, где я хотел. Хлопнул дверью. Мне надо было ничего делать. Я уже их напугал. Они тоже мои дети, но до сих пор. Но между нами не было никакой дружбы уже. И теперь нужно снова приобрести эту дружбу. Грех рвёт дружбу, отношения друг с другом и с Богом. Не живёшь более под законом Завета Ветхова. И он ведёт всегда дальше, куда ты хочешь дойти. И он держит и останавливает тебя там, где ты не хочешь стоять. И заставляет платить тебе гораздо дороже, чем ты думал, что заплатишь. Сколько раз я шёл в церковь вечером, в воскресенье? У нас у мужчин есть такие взгляды, что можно сразить жену. И можно так посмотреть, что она сразу как будто начинает смущаться, когда видит тебя. И вот так я выходил из дома и шёл в церковь на что-то обиженный, чем-то огорчённый. Он взял позицию на себя через моё мышление, через мою мотивацию. И я не прославлял Бога. Я прихожу в церковь, прежде чем подняться за кафедру. Бог говорит, позвони жене своей. Потому что она идёт за тобой. И попроси у неё прощения, прежде чем ты начнёшь проповедовать. И чтобы дать славу, позицию, честь, которая принадлежит Богу. Понимаете, что я хочу сказать? Да, но я сделал это, сделал это, то сделал, это сделал. Ты что, не видишь, Господи, сколько я сделал для тебя? Бог говорит, давай взвесим всё. Давай посмотрим тяжесть всех этих дел в соответствии со славой. Ты сделал это, или я это сделал? Балтасар не научился, но можем мы научиться. И каждый день нашей жизни, прежде чем ты вообще встанешь с кровати, поблагодари Бога за дыхание жизни, прежде чем ты наступишь на пол, Господи, я хочу быть твоим чистым сосудом. Хочу, чтоб ты был прославлен в этом глиняном сосуде. Потому что, если не ты будешь прославлен, всё сгорит, всё сгорит там, пред твоим белым престолом. Да, многое я могу сделать для него, но он оценивает только дела, которые он может сделать через меня. Не забывайте, подумайте об этом. Бога нельзя удивить множеством дел, которые ты делаешь. Он всё взвешивает на весах своей славы, и смотрит, сколько же они весят. Насколько просто сказать, Господи, да. Да, хочу позволить тебе действовать. Если бы Валтасар научился от своего отца, который рассказал ему всю эту историю. Может быть, царство Вавилонское по-другому закончилось. Но характер этих человеческих царств – это звериный характер. И всё, что делает человек по своей плоти, он обкрадывает Бога и Его славу. Помните, непотопляемый Титаник? Никто, даже Бог не может потопить этот корабль. Но потонул. Почему? Потому что один человек построил его, и всё, что созидает и строит дом у человека, оно рухнет однажды. Но то, что сделано в силе Божьей, выстоит. Он живёт в нас, чтобы исполнить через нас всё то, что Он просит от нас, чтобы Его слава пришла лишь к Нему и никогда к нам. Поэтому мы все в одной лодке. Я не могу пальцем указать ни на кого. Но и ты не можешь указать пальцем на меня, потому что все мы на двух ногах. И все мы должны выбирать, кому мы преддаём славу. молитесь за меня, я молюсь за вас, чтобы Бог был прославлен во всём, что мы делаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова